Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Очень интересный бой нас ждет на этих выходных 29 мая. Нанита Данейр будет драться с Нардани Убаали. Будет разыгрываться пояс WBC в легчайшем весе. Это где выступает Нао Иноуя и Джон Риэль Касимера. Вот третьего чемпиона определят эти двое. Действующий чемпион Нардани Убаали, Данейр будет здесь как претендент. Но он не то, что обязательный претендент. Данейр это имя, Данейр это величина, Данейр это легенда. А у Абаали не было серьезной оппозиции, поэтому этот бой устраивают, чтобы либо Данейру вернуть пояс снова, либо Убаали раскрутить. Потому что Данейр у нас был чемпионом уже столько раз, наверное. Даже не знаю, ну наверное восьми-девятикратный он чемпион мира по боксу. И в четырех весовых категориях, с кем только не дрался. Ну сами знаете прекрасно. И с Ригондами, и с Фрэмптонами, и с Иноуей, и с, как его звали, с Ямайки убийца. И с мексиканцами, и с пуэрториканцами, и с филиппинцами, и с американцами. Со всеми боксировал на каутер крупный, но возрастной. 38 лет на этому, на Нита Данейру. Это самый главный минус. Если бы этого минуса не было, если бы ему было хотя бы 34-35, он бы выиграл этот бой, здесь даже нечего было прогнозировать. Но 38 лет, простой полтора года. Единственное что, Нардани Убаали тоже 34 года, это уже немало. Для этих весов это немало. И Нардани Убаали тоже полтора года простой. Они вот в один день последний раз дрались в финале всемирной боксерской суперсерии. Но Нардани Убаали, знаете, он последний бой показал очень хорошую скорость, резкость, такую подвижность, прыгучесть, вот эту вот любительскую, полулюбительскую манеру. Ну в основном любительская у него манера. Там от профессионалов мало что есть. Но он показал ее в хорошем темпе, в хорошей функционалке, с хорошей скоростью. И я не думаю, что он прям сильно сбавил за эти полтора года. Вот прям сильно упал как-то куда-то на спад, на серьезный. Я думаю, этого не будет. Сам по себе Нардани Убаали, он такой маленький, кабанистый, плечистый, мясистый, как Сауль Альварес. Вот как Сауль Альварес, но работает в любительской манере, не в профессиональной. Что у него от профессионалов, это, пожалуй, набеги. Боксирует набегами, налетами очень часто, потому что сам маленький. Маленький размах рук, маленького роста. В Википедиях написано, что у него метр семьдесят размах рук, вранье это все. Меньше у него размах рук. Метр шестьдесят один, вот у него рост, вот это я верю. Очень маленький, ему бы в пятьдесят два выступать, а не в пятьдесят три с половиной. Ему было бы там комфортно. Но он выступает в этом весе. Полный мясо такой. И как он работает с дистанцией? Он левша. Это вот проблема. С дистанцией с ним не очень удобно, но он не очень хорош на дистанции. Он может кинуть одиночный левый прямой. Что-то может поработать джебом, но джеб у него вот средненький. Челночки, вот эти оттяжечки, это у него на хорошем уровне. А сама работа руками с дальней дистанции, она у него на плохом уровне. Вот возьмите Сергея Ковалева, у него наоборот. У него хорошая работа руками с дальней дистанции, но вот ноги уже не как ушные. Возьмите Биола, у него и то, и то хорошо, поэтому он на дальней дистанции непобедим. Вот у Баэля, у него ноги хороши, левая рука вот как напрямую, как у Батыра Джукинбаева. Хороша, передняя рука не очень. Но на ногах делает много лишних движений, но не устает. Но не устает, это хорошо. По себе мало дает попасть. Но нельзя же так весь бой работать. Поскольку он маленький, ему приходится заходить на ближнюю дистанцию. И как он это делает? Чисто вот в любительской манере. Наскочил, дал-дал-дал-дал-дал, оттянулся. Наскочил, дал-дал-дал-дал, оттянулся. Бьет достаточно быстро, достаточно плотно. Если соперник стоит вот так, конечно, он ему левым боковым, левым прямым обязательно даст по челюсти и завалит. В принципе, боец Нарданю Бали бьющий. Но не сказать, что прям очень жесткий нокаутер. Хотя нокауты присутствуют в карьере. И боксировал он в основном во Франции. Но был у него бой и в Америке. Победил он у Ларена, такого боксера. Ну, не самый лучший, середняк. Победил, кстати, близко. Там 116-112, может быть, там даже 7-5. Где-то так. В Казахстане боксировал и в Японии боксировал. Сейчас вот боксирует в Америке. То есть, ну, выездной, в принципе, боец. Касательно минусов. Главный его минус, он пропускает левый боковой, левый прямой и правый прямой. То есть, на дальней дистанции основные удары, которые бьются с дальней дистанции, он пропускает. Сам по себе он не навязывает ближние дистанции. Он может на ней оказаться, сделать эпизод и тут же уйти. То есть, 80%, 90% может быть, поединка будет проходить на дальней дистанции. На дальней дистанции он пропускает три основных удара с дальней дистанции. Левый боковой, джеб, правый прямой. Джеб, кстати, он пропускает, я бы так сказал, не потому, что он какой-то боксер плохой. Просто он вообще маленький. А у соперников последнего боя такумы и новые. У него длинные руки, он выше. Достаточно быстрые руки. Он грамотно обучен работать в этой любительской манере. Тоже на ногах вот это челноченство, вот эта вот любительская манера очень хорошая. И он поэтому джебом по более маленькому сопернику, конечно, попадал. У Бали нет блока, поэтому он пропускал эти джебы. Если бы был блок, другой бы был боксер. Оказывает в ринге поддавливание. Вот почему поддавливание? Потому что он сам в нужные моменты, когда нужно делать шаг вперед, он делает шаг назад. Вроде сблизился, отработал серию. Знаете, вот как Матиас. Подошел. Раз, 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 два. Толкни его, сделай шаг вперед. Сам оттянется назад. Еще и с опущенных рук. То есть ему еще можно пробить в этот момент, когда он оттягивается. То есть вот поэтому оказывает такое поддавливание. Не более. Может один раз за раунд прижать к канатам. Ну максимум два. И все. И соперник уйдет, и хер с ним. Он не будет догонять, не будет... Никакого прессинга в общем нет. Никакой профессиональной манеры нет. Опасен тем, что у него неплохой удар, неплохая скорость. Ну собственно все. И он такой мясистый, мощненький. Именно мощненький. С ним вот если бороться, там вот это все, может сил не хватить. Нанита Данэр, что за боец. 38 лет, то есть функционалка, скорость, это все у него спадет. Мы видели в последнем бою с Наоей и Науей, что ну реально скорости там уже той нет. На челноках вот это все он будет проигрывать. У Баали чисто, кто кого перетрогает, он будет проигрывать. У Баали за счет вот этих подпрыжек на ногах туда-сюда будет его выигрывать. Но. Нанита Данэр какие удары бьет, пусть уже и медленные. Джеб он бьет, бьет. Не так хорошо, как Такума и Науя. Не потому что Такума и Науя лучше Данэра, нет. Просто Инауя, Такума, молодой, резкий, быстрый, понимаете. А Данэр нет. Вот и все. Поэтому если их поставить сейчас, Данэра и Инауя, и сказать им боксируйте только на дальней дистанции, Такума и Науя выиграет Данэра легко. Потому что нет уже той скорости, нету тех вот оттяжек, челночков. Ведь дальняя дистанция это что? Это либо шелдерол на задней ноге в американской любительской манере, либо вот в советской любительской, там, британской манере, понимаете. Кубинской. Это все одна и та же манера. Вот это британская, советская, кубинская, это чисто одна и та же манера. Челночки, джеб-джеб ушел, там оттяжечки, двоечки, левый-боковой, троечка иногда, и все. Вот у Бали это все делает. Пусть он и меньше Данэра, он будет перебивать Данэра. А Данэр будет, конечно, попадать своим джебом, но мало. Не так много, как такому Инауе. Но, но, Данэр будет попадать по нему, пусть и редко, но левым боковым и правым прямым, которые у него хорошие, жесткие и нокаутирующие. Он чуть не победил Науе и Ноуе благодаря этому. Науе и Ноуе и блок есть, в отличие от Данэра, и крепкая японская голова. Победил, чуть не победил, почему? Потому что, ну, нокаутер Данэр от природы. Он реально, его вес это 53, то, что он там лазил в 55-57, это не его веса. Хотя он там побеждал, побеждал досрочно, мексиканцев, Ригонда в нокдаун отправлял. Но это не его вес. Ему надо боксировать в 53, и здесь бы он, я думаю, никогда бы не проиграл и всех бы нокаутировал. И здесь он Науе и Ноуе, который, в принципе, не сказать, что прям боксер 53. 53 с натяжкой, с шапкой. Его бы вес 52, он бы там никогда не проиграл, никогда бы не был даже потрясен. Но вот он залез в 53, а здесь уже, видите, вот с кем Науе и не ставят, все крупнее него. А Данэр, он, видите, он с тяжелым ударом, с хорошим поставленным. Вот он левым боковым сломал, может, тут что-то какую-то орбитальную, неорбитальную, какую-то скулу что-то поломал и рассек сильно. И это Науе мешало работать. И потом, где-то в раунде в 9-м, он ему попал правым прямым, и Науе потряс. Именно потряс. Вот эти удары, они могут у Баали нокаутировать. Почему я так говорю? Потому что в 12-м раунде с таком Иноу и вообще не бьющим боксером, абсолютно не бьющим, он пропустил левый боковой сначала куда-то вот в висок, его чуть-чуть тряхануло. И потом левый боковой на отходе в челюсть, он чуть не упал, его канаты спасли, он упал на канаты. И потом он спасся в клинче. То есть Данэр намного жестче бьет. Данэру достаточно попасть вот раз, два. У Баали упадет, не встанет. Достаточно, когда у Баали будет сближаться со своими сериями, набегами, срезать левым боковым, нокаут будет, нокдаун точно будет. Достаточно, знаете, вот он с Иноуи работал в прессинге, в дистанционном, в таком мощном. И он работал почтальонами, левый-левый-правый, левый-левый-правый, с дальней дистанции. Вот эти правые, их у Баали будет есть. Редко, но есть. Вот нужно, чтобы эти правые залетали нокаутирующие, чистые, жесткие. Тогда у Баали будет падать, он будет, ну, реально Данэр может его нокаутировать, но он маленький. В Данэре много мощи, тяжелая кость, именно крупный. Если будут все время клинчи ближней дистанции, во что я почти не верю, конечно, у Баали выиграет. Конечно, у Баали выиграет по очкам, он мощнее, он моложе, у него вот эта вот мясистость именно. Если бой будет проходить на дальней дистанции, постоянный Данэр не будет, как бы, оказывать давление, как он наказывал на Иноуе, прям давление оказывал, выдерживал нереальные удары от Науэй, выдерживал эти, ну, я не знаю как, там были такие попадания, от них по умер человек любой, вот у Баали по умер от них. А Данэр их выдерживал и шел, и шел, и шел. И что сделал Иноуе? Иноуе, по сути, нокаутировало его по печени в итоге, в 10 или в 11 раунде. Ну, там судья так долго считал, столько времени ему дал, что Данэр встал, и потом уже Иноуе его не добил. Но суть в чем, только в корпус, а у Баали по корпусу особо не работает. Практически я не вижу от него ударов, тем более в печень, хоть он и левша. Так что, я думаю, нокаутировать Данэра у Баали не сможет, только если Данэр прям выйдет, знаете, такая старая, мертвая, чисто в номер отбыть. В это я почти не верю, Данэр другого плана человек, я думаю, он вцепится в эту возможность снова стать чемпионом мира. Я думаю, он отбоксирует нормально, но возраст не обманешь, скорости не хватит, функционалки не хватит, следовательно, чемпионский раунд он проиграет, дальнюю дистанцию он должен проигрывать. Кроме нокаута я не вижу у него шансов. Может быть, он сделает там 2-3 нокдауна, и мод дадут победу. Может быть. Но это вот сродни тому, что он его нокаутирует. То есть нокдауны, либо нокаут от Данэра, либо, конечно, по очкам заберет этот бой у Баали. И заберет, знаете как, он не покажет вот того бокса, который меняется, вот к которому мы готовиться должны. Вот как Джукинбаев Матиас, Матиас этот бокс с Джукинбаевым покажет. Этот у Баали с Данэром этого бокса не покажет. Данэру уже поздно что-то показывать. Никогда он блок не поднимал и не поднимет. Давление он оказывать будет, но ровно столько, насколько у него хватит функционала. Удары он будет бить одни и те же. Почтальоны, левый боковой, правый прямой. Но вот именно эти удары у Баали и пропускает. Удар у Данэра есть, поэтому шанс нокаута или там нескольких нокдаунов, что приведет к победе у Данэра есть. Но если по очкам, если 12 раундов, конечно, конечно, должен побеждать Нардан и у Баали. Так что либо Данэр там нокаутом, либо у Баали по очкам. Здесь вот такой простой, понятный прогноз. Именно размеры Данэра и его сила удара, они проблема. Но его возраст, его уже спавшая скорость, хорошая форма у Баали в предыдущем бою, она должна именно стать таким неудобным, дистанционным вот этим вот попрыгивающим, перекасающимся, кто чаще дотронется боксом, с которым Данэр не справится. Он же и с Нау, и Нау я пока работал в отходе, пока работал вот в любительской манере с ним. Он побеждал. Он побеждал, но Данэр, когда начал прям реально прессинг оказывать, он начал выигрывать, но потом сдох. Последние три раунда он просто сдох, и Нау я пошел с ним рубиться, будучи намного меньше. На нем намного меньше мяса на Науе, чем на у Баали. Пошел с ним рубиться и перебил. Так что именно финальные раунды у Баали заберет и подымет ему руку, я думаю. Так что по очкам выиграет у Баали, но если он там три нокдауна сделает, Данэр, ему, конечно, подымут руку, там уже не важно. Ты можешь все раунды проиграть, но если у тебя там три нокдауна, тебе всегда руку поднимут. И я думаю, нокаут Данэра, либо вот эти много нокдаунов, либо, конечно, у Баали по очкам. Но это вот бой, знаете, он интересный, он конкурентный, он затирал в хорошем весе, но это не тот бокс, который меняется, который интересный, к которому надо быть готовым. Это те бойцы, которых Нау я будет убивать. Вот когда он дойдет до этого у Баали, он их всех перебьет, потому что у него вот именно тот бокс, который нужен, а у этих людей нет. Данэр, конечно, хороший был боец раньше, но это был вчерашний боец. Сегодня новых Данэров не надо, нужны вот Науи и Новые. И у Баали в этом вот во всем он не должен выжить, даже если он вдруг победит Данэра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok